Здравствуйте, меня зовут Смирнов Алексей, я работаю в Московском Доме Книги и рад вас знакомить с новыми поступлениями книг на полке наших магазинов. Напомню, что 2021 год объявлен Годом науки и технологий в нашей стране. Наука нами воспринимается как очень сложное понятие, сложное явление, где изыскиваются открытия, которые помогают человеку жить, приспосабливаться к окружающему миру и приспосабливать окружающий мир к себе. Но всегда ли наука это только благо? Есть и те изобретения, которые со временем стали восприниматься нами как ошибочно принятые во благо открытия. И как раз вот об этом я хочу поговорить на уровне книг. Итак, во-первых, хотел бы обратить ваше внимание на книгу Пула Оффита, профессора, автора более 160 номинований, посвященных науке вакцинации. Он вакцинолог, работает с проблемой вакцинации детей в Америке, то есть говорит о том, что вакцинация необходима, но это отдельная история не для этой книги. В этой же книге у него семь историй, которые нам рассказывают о том, что наука может приносить нам вред. Итак, ящик Пандоры, то есть то, что открыто когда-то и сейчас воспринимается как ненужное человечеству благо. Это, например, опиоидные обезболивающие, это трансжиры, это Евгеника, которую очень исследовали нацисты в годы Третьего Рейха. Все то, что считалось передовым, преднастоящим благо человечества сейчас, мы признаем как вредное явление и понимаем, что наука не всегда это благо. Итак, книга, которая в ряду многих говорит не о благе науки, а именно о вреде. Оставляйте свои отзывы, впечатления о прочтении этой книги, о том, что вы думаете на эту тему. Наука — это своего рода красивый ящик Пандоры. Нам любопытно узнать, что же там скрывается. Поэтому мы подчас выпускаем на волю зло, причиняющее страдания и ведущее к смерти. В каких-то случаях научные результаты заложили бомбу замедленного действия и, возможно, в конце концов, уничтожат нас. Мы рассмотрим современные изобретения, такие как электронная сигарета, химические смолы, лекарства от аутизма, программы для обследования на выявление онкологических заболеваний и генетически модифицированные организмы. Мы поговорим о них в свете того, что узнали, надеясь понять, можем ли в самом истоке отличить научный прогресс от научной трагедии и что дало нам прошлое. Урок или очередное открытие ящика Пандоры? Выводы, несомненно, удивят вас. Итак, «Человек и технологии». Герт Лиангард, который является футурологом, является ученым, думающим о том, каковы же судьбы человечества в мире новых технологий. И это его книга «Технологии против человека». Технологий в нашем мире сегодня уже достаточно. Но, тем не менее, ведутся разговоры о том, что в будущем будут беспилотные автомобили, беспилотные самолеты, будут печататься продукты питания на 3D-принтерах, органы, что человек может жить много столетий, просто обновляя искусственно свое тело. Итак, кто же победит? Человек или технологии? Вот об этом эта книга, и она заставляет задумываться. На самом деле, можно всем изобретениям научным доверять в этом мире. И вообще, стоит ли на все ориентироваться как на благо, вот о чем и предыдущий автор Пол Офид говорил в своей книге. Читайте эту книгу, размышляйте, оставляйте свои комментарии и отзывы. В прошлом все радикальные изменения, выпадавшие на долю человечества, происходили от последовательной эволюции одного ключевого фактора. От дерева, камня, бронзы и железа, к паровому двигателю, электричеству, автоматизации производства и интернету. Сегодня, напротив, я предвижу, что технологии спровоцируют такие мега-сдвиги, которые будут действовать совместно и смогут изменить не только экономику, культуру и общество, но также нашу природу и мораль. Обе эти книги говорят о том, что у нас есть некая Нобелевская лихорадка. Что это означает? Эта премия очень престижная, ежегодно выдаваемая Нобелевским комитетом ученым, которые заслужили звание лауреата премии за свои изобретения и открытия. Так вот, иногда открытия бывают, конечно, беспрецедентными, приводят к изменению в дальнейшем развитии науки, но есть помимо Нобелевской премии еще и такая Шнобелевская премия. Это абсолютно действительно существующая премия, которой нам Яна Хлюстова вот в этой замечательной книге «Шнобелевская премия» самые нелепые изобретения и не только рассказывает. И так в разных источниках информации мы иногда видим такие новости, что, например, ученые из какого-то американского университета нашли взаимосвязь кофе и, например, хорошего настроения или продолжительности жизни. Иногда такие изобретения кажутся нам смешными и достойными как раз не Нобелевских премий, а вот как раз премий на подобии Шнобелевской, о которой я сейчас вот вам рассказываю. Итак, что же еще вот действительно интересного, смешного даже скорее больше в научных изысканиях мы встречаем о том, что если мы едим в лифте, в котором звучит музыка, у нас меньше возникает простудных заболеваний. Сомнительно? Наверное, да. Потом от того, что пестициды, которыми иногда пользуются сотрудники, работники в сельском хозяйстве, приводят к воспламенению их одежды. Тоже такое исследование достаточно сомнительное, тем не менее оно было проведено и тоже претендовало на вот такую Шнобелевскую премию. И так забавный сборник из самых разных вот таких научных псевдо- и не только открытий, которые попали вот в эту замечательную книгу. Благодаря достижениям шнобелевских лауреатов, иногда смешным и интересным, а иногда вызывающим недоумение, вы узнаете, кто и как изобрел безлактозное молоко и желе голубого цвета. Как не надо лечить змеиные укусы? Могут ли голуби работать врачами? Зачем ученые пытаются воссоздать динозавра? И как работает мозг таксистов и синхронных переводчиков? А еще, я надеюсь, эта книга поможет вам чуть больше узнать о мире ученых и их исследований. А также понять, почему ученые не всесильны, а исследования не истины в последней инстанции. О науке, я думаю, что стоит говорить не только взрослому читателю, взрослым людям, но и, конечно, детям. Детям, как у, наверное, того сегмента нашего общества, которое должно быть более любознательным, наверное, чем все другие возрастные категории, возникают, конечно, вопросы, которые иногда ставят и взрослых в тупик. Вот об этом замечательная книга «О динозавра до компота. Ученые отвечают на стоящие восемь вопросов детей». Книга отечественная, непереводная. Политехнический музей, совместно с издательством, выпустившим эту книгу, сформировало на основе общения с детьми такое количество вопросов, на которые ответили более ста экспертов в своей области, зоологи, ботаники, химики, геологи и так далее, ответили на вопросы детей, которые волнуют многих детей и даже иногда взрослых. Почему земля круглая? Почему континенты разъехались? А боятся ли слоны, мышей? А, например, почему взялся вот такой у нас у всех нос? И многие-многие вопросы. И там как раз совершенно экспертные, совершенно по-ученому, по-научному, скажем так, эти авторы-эксперты отвечают на эти вопросы. Итак, если у ваших детей масса вопросов, на которые вы не можете сами ответить, эта книга вам в помощь, с небольшим текстом, с интересными иллюстрациями вот такими вот современными. Рекомендую, пожалуйста, если эта книга вам попадется в руки, вы ее прочтете, приобретете, напишите, пожалуйста, свой отзыв в комментариях, насколько эта книга помогла вам в общении с вашим ребенком и не только. Дети в научных лабораториях Политехнического музея и в Университете детей задали сотни вопросов на самые разные темы. Мы отобрали 108 таких вопросов и попросили лучших российских ученых ответить на них. Что такое Бермудский треугольник? Почему стрекозы не могут быть большими? Сколько на свете денег? Почему ездит машина? Получившаяся книга – хор из множества голосов. Голосов взрослых, формирующих настоящие отечественные науки и детей, которые, мы надеемся, станут ее будущим. Спасибо за внимание. Ждем вас в Московском доме книги. Вы найдете еще очень много-много интересных книг у нас здесь. Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!